Центральной темой новой зоны отдыха станут звуки музыки. В Бендерах готовится к открытию музыкальный сквер. Там уже появились двухуровневые террасы со скамейками, современные светильники, обустроенные клумбы. Сквер УДК Ткаченко не узнать. Новая тротуарная плитка, авторские светильники, амфитеатр скамеек. Центр притяжения, фонтан. Теперь их два. Старый полностью реконструировали. Еще построили новый, пешеходный. Сейчас заканчивают наладку насосной системы. Особенности сухого фонтана заключаются в том, что это также уникальная система гидротехническая, благодаря которой будет осуществляться единство света и воды. Каждая форсунка, которая расположена в трех рядах, имеет систему цветовой передачи нижней и систему подачи струй, которая, опускаясь на поверхность, уходит в подземную часть этого сооружения и имеет возможность по циклу возвращаться снова на поверхность земли. Дуэтом фонтанов станет управлять компьютер. Кроме подсветки, водные потоки будет сопровождать музыка. Инженеры уже подобрали несколько мелодий. Говорят, что это будет классика. Сейчас в музыкальном сквере работают озеленители. Высаживают деревья, оформляют клумбы. В зоне фонтанов акцент на хвойные растения. Здесь у нас идут туи формованные, можжевельники. Есть туи постриженные под спираль, есть туи трехъярусные. Изначально планировалось посадить лиственные деревья, но для того, чтобы листва не попадало в фонтан и не засоряло его, мы решили посадить хвойники. В конце осени здесь еще высадят клёны, плакучие шелковицы и сакуры. Чтобы как можно быстрее создать тень над зоной отдыха, из питомника привезут уже взрослые деревья. А пока здесь радуют глаз осенние цветы. Клумбу из хризантем украсили гранитной крошкой. Получилось и ярко, и празднично. Торжественный запуск поющего фонтана состоится в день рождения Бендер, 8 октября. Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.